Здравствуйте. Молекулярные токи это вот такая абстракция, придуманная для того, чтобы объяснить возникновение намагниченных тел. Магнетизм такого, как полосовой магнит. Помните, я вам о них в прошлый раз рассказывал? Те самые, которые специально натирали один магнит другим, чтобы создать намагниченность. Думали, что здесь что-то похожее с возникновением электролизации за счет трения. Ну что, давайте еще вернемся немножко назад. По поводу магнитных полей, прямых токов, скажем так, таких очень простых занятных вещей. Вот он ток, но не прямой. Это иллюстрация к закону Био-Савара-Лапласа. Ток, да, вот себе ток идет в точке пространства. Вот этот бесконечно маленький кусочек проводничка создает магнитное поле. Значит, вот такой величины ДБ. Бесконечно малая магнитная индукция создана этим кусочком. Она имеет направление. Лежит строго в плоскости, перпендикулярной плоскости, в которой лежат два этих векторочка. Длина и длина кусочка и расстояние до вот этой точки. Вот так вот это все делается. Ну, значит, по-простецки, магнитное поле прямого тока, вот такие вот простенькие поверхности, описывает одинаковые экви, скажем так сказать, эквиполярные, да? Вот везде здесь одно и то же поле. Мне не приходит в голову рисовать эквипотенциали, то есть линии одинакового потенциала, потому что в нашем понимании потенциала никакого у магнитного поля нет. То есть нет такого места, куда бы мы поместили заряд, магнитных зарядов у нас же ведь нет, да? Вот магнитных зарядов нет. Значит, в котором бы у него одинаковая была потенциальная энергия. Вот. И тут, кстати говоря, если был бы магнитный заряд, он так и крутился бы по этим линиям, ускоряясь. Какое занятное дело. Значит, вот в таком вот кольцевом магнитном поле, попав туда магнитный заряд, будет ускоряться, раскручиваться, все время будет ускорять магнитное поле прямого тока. Замечательная вещь для создания ускорителей, правда? Пока этот ускоритель не раскрутится, пока не увеличится его радиус орбиты, то есть целую можно науку создавать про ускорение монополий зарядов магнитных. Зарядов магнитных не существует, поэтому это, ну, по крайней мере, есть энтузиасты, которые надеются их обнаружить в природе, но до сих пор не обнаружены. Нужно запомнить, нужно сказать, что всегда, не запомните сказать, что всегда вот магнетизм в школе, он раздражает всякими правилами. Там правая рука, левая рука, всего не упомнишь. Вот оно, правило, по-моему, это левая рука. Если, говорит, пустить ток по пальцам руки, а вектор В будет утыкаться в ладонь, то тогда большой палец оттопыренный, да, вот, ну, так вот, будет показывать направление силы, действующей на проводник с током, да. Если вот это движение положительно заряженной частицы, а вот сюда втыкается магнитная индукция В, вот сюда движется на эту частицу сила. Если наоборот, если отрицательно заряженная по пальцам, сюда должна двигаться. Откуда что это? А вот откуда. Произведение И умножить на В. И перпендикулярно к ним, значит, направлена сила. Это векторное произведение. Помните, я вам о нем говорил, да? Вот так оно определяется. Правило правого винта или, если хотите, левой руки в данном случае. Вот такое вот чудное правило. Значит, вот еще одна картинка. Ток по окружности, вот так вот бегает, да, создает в своем центре некую магнитную индукцию. Вот этого магнитная индукция кольцевого тока. Очень полезная, интересная вещь. Ведь говорят, что электроны движутся в атоме тоже по каким-то там орбитам. Значит, тоже создают магнитную индукцию. Значит, магнитная индукция каждого атома или каждой молекулки, вот она и складывается из таких вот молекулярных токов. Вот недаром это было названо, да? В эпоху господства классической физики, когда еще не было, так называемой, современной физики, модерн физикс с ее квантовой механикой, других моделей, кроме вот подобных, то, что здесь показано на картинке, просто не могло быть. Их не существовало. Вот как вот. Вот она, поле на оси кольцевого тока. Очень важная техническая вещь, правда? Потому что из кольцевых токов, из набора кольцевых токов, состоит, скажем, катушка, значит, магнитная, да, катушка, или как она называется, соленоид проволочный, да? Вот. И вот тут вот, в точке, удаленной от центра тока, значит, много-много, значит, векторов. Каждый фрагмент создает свой вектор в разные стороны направленный. А суммарно, вот на суммарной магнитной индукции, значит, на оси кольцевого тока, она так вот по оси направлена, магнитная индукция. Вот, вот, красивая такая магнитная индукция кольцевого тока. Я к чему все это рисую? Значит, вот давайте как сделаем такую вещь. Вот нам кольцевой ток. Проведем вот вдоль этой силовой линии, замкнутой магнитного поля, такой эксперимент. Посчитаем сумму, такую вот, длина кусочка на магнитную индукцию. Длина кусочка на магнитную индукцию. А, ну, здесь одна и та же магнитная индукция, да? Значит, длина вот этой линии умножить на ее магнитную индукцию. А длина вот этой линии умножить на магнитную индукцию на этой линии, это длина силовой линии на величину магнитной индукции. Как вы думаете, что получится? А получится величина, которая нам задает величину тока, пронизывающего этот контур. То есть, можно по любому контуру считать, скажем так, вот интеграл этот самый. Давайте вот другую картинку сейчас посмотрим, вот эту, да? Вот он, называется интеграл по контуру. Магнитная индукция, проекция магнитной индукции на вот эту вот L длину. И знаете, чему она равна, это вот произведение? Она равна току, охватываемому этим контуром, или суммы всех токов, охватываемых контуром. Очень поучительная вещь. Вот смотрите, а бы какой, вот я тут нарисовал ток прямой, да, вот был бы вот такой контур, да, вот проблем нет. Длина контура на магнитную индукцию, которая здесь есть, и все, это можно показать, получить то, что нужно. Если от, от, сдеформировать его, в любой степени этот контур, да, так, что ток оставался пронизывающим его один единственный ток, все равно ничего не изменится. Ну, для этого есть математика, специально обученные люди, которые могут это доказать или опровергнуть. Ну, вот они это доказывают. Да, вот такое вот замечательное правило совершенно. А вот если ток у нас не пронизывает контур, что получается? Побегаем по контуру, здесь, в этой части контура, если ток, скажем, идет от нас в этой точке, вот в этой точке ток идет от нас. Значит, на этом участке контура обход, направление его обхода и направление магнитной индукции, в общем-то, совпадают, а на этой части будут прямо противоположными. И суммарное произведение, вот эта вот индукция, проекция индукции на кусочек контура, да, она составит нулевую величину, ноль, потому что ни один ток не пронизывает нашего замечательного контура, по которому мы обходили. Можно по-всякому контур делать, изгибать, по-всякому, как угодно его обуробить. Вот этот вот, значит, обход его, значит, как это называется-то, интеграл по длине, вот проекция, значит, магнитной индукции на элементы длины, вот этот вот интеграл, он будет равен строго току, пронизывающему контур. Есть всякие, на этом, в принципе, основанные приборы, которые регистрируют ток, проходящий через провод, можно вот не разрывая провод, измерять ток по нему проходящий. Пояс Роговцева такой есть. Есть всякие хитроумные приборы для того, чтобы снимать информацию, проходящую через телефонный провод, можно его не разрезая, значит, снимать информацию, что там по нему проходит какой-то там телеграфный сигнал, может, какой-нибудь там телефонный разговор, или там компьютерная информация, все это можно не разрезая проводов, считывать, в принципе, ну, вот всякие такие вот шпионские штучки, да. Так, я вот вам хочу картинку показать, очень поучительно. Это вот магнитный момент контура с током. Оказывается, контур с током имеет магнитный момент. Вот он, контур, контур, да, вот он по нему бежит ток, проводничок такой, да, и можно сказать так, что этот контур ведет себя в магнитном поле так, как будто это вот такой вот магнитный момент, который, как у стрелки магнитной, который хочет установиться вдоль поля, да, вдоль поля магнитного. Почему так происходит? Вот смотрите, вот, допустим, как-то так направлено поле, вот сюда, например, в соответствии с этим вот магнитным моментом, да, вот этот кусочек будет куда поворачивать? Его будет в одну сторону поворачивать, а этот прямо противоположный. В результате он уравновесится. Стоит магнитный момент отклониться в стороночку, так его будет опять на поле тащить. Это будет сильней, а это слабее будет влечь вот к этому направлению, да, вот так вот. То есть, контур всегда будет стремиться установиться таким образом, чтобы нормальки его поверхности, с которой совпадает магнитный момент контура, она была параллельна магнитной индукции. Вот так вот. Если набрать много контуров, получается очень мощная такая вещь, катушка индуктивности, называют иногда. Или соленоид, да, соленоидальный магнит, соленоидальный электрический магнит. Вот он как устроен, замечательная крепкая вещь, сильные поля создает, внутри очень сильные поля, всякие опыты с высокими магнитными полями можно с ними делать. И это вещи очень нужные на самом деле, неспроста. Про молекулярные токи мы заговорили. Вот человечество, вот у нас как раз с магнитом сталкивался обычно по феромагнетикам, сильно намагниченным феромагнитным веществам. Они очень сильно намагничиваются, они очень хорошо воспринимают магнитное поле, хорошо намагничиваются. Есть еще диа и пара магнетики, которые намагничиваются совсем не так сильно. Причем очень чудно бывает намагничиваются. Вот оно, слово такое ученое есть. Магнитная восприимчивость, хи ее почему-то называют, в зависимости от температуры она себя ведет. Вы узнаете закон Кюри? Закон Кюри, мы с ним с вами сталкивались, когда толковали об электролизации некоторых диэлектриков. Вот некоторые диэлектрики тоже обнаруживают, вот подчиняются закону Кюри. То есть намагниченность, восприимчивость магнитной стремится к бесконечности при некоторой температуре. Вот такая вот картинка. Вот с одной стороны разрушается эта намагниченность, то есть всплеск такой вот, начиная с некоторой температуры, фазовый переход происходит. Кюри это обнаружили. Вот закон Кюри, вот такой замечательный закон, но он имеет отношение только к феромагнетикам. Про феромагнетики так или иначе я вам уже рассказал. Оказывается, процесс очень прост. Когда мы намагничиваем объект, тело магнитное, то имеем дело каждый раз с каждым отдельным атомом. В атоме бегают кольцевые токи. Каждый кольцевой ток создает магнитный момент. Если кольцевые токи, следует ожидать так, одни в одну сторону, другие в другую сторону крутятся, они могут компенсировать друг с другом, но если электронов нечетное количество, то компенсируют они друг другом едва ли друг друга. У них есть магнитный момент. Более того, у каждого электрона есть свой магнитный момент. Еще более того, у атомных ядер есть свой магнитный момент. И все эти величины складываются и могут устанавливаться вдоль поля. Покуда это речь идет не о феромагнетиках, а о парамагнетизме, то, честно говоря, это в миллиарды раз слабее, чем феромагнетизм. Намагничивать что-нибудь не феромагнитное занятие очень такое, ну, академическое, скажем так. Вы не получите, так сказать, намагниченного магнита. Будет происходить ориентация по магнитному полю этих вот магнитных моментов. Их очень много. Каждый атом, каждый электрон, свой магнитный момент, он каждый по отдельности будет выстраиваться. Очень много способов, которым они могут выстроиться. Энтропия, видите ли, очень велика. А вот когда по непонятным с точки зрения классической физики причинам магнитные моментики этих электронов будут объединяться вместе, укладываться в одну сторону все дружно, будут возникать домены одинаковые намагниченности в феромагнитных материалах, например, в железе. Вот тогда, вот тогда вот это просто. Их уже гораздо меньше, чем эти миллиарды и триллионы объектов. Их энтропия, соответственно, получается меньше, намагничить получается легче. Намагнитить получается гораздо легче, чем вот, значит, так называемый диамагнетик. Диамагнетик. Вот как. Получается, вот из-за чего и намагничиваются они гораздо легче. Так. Это я вам сказал. Это я вас предупредил. Значит, конкретный кусок магнита можно представить себе как некую катушку. Некую катушка, по бокам которой идет ток. Вот. И возникает магнитное поле. Вот оно отсюда вылетает. Это, наверное, значит, С-Саус. Да? Южный полюс его, да? Боковой магнит. Вот он. Вот так вот он, вокруг него, как будто бы, боковой поверхности, как будто бы текут токи. На самом деле, эти токов мы не очень-то замечаем. По той простой причине, что. Вот это тело в разрезе. Вот это вот, каждый, вот этот кольцевой ток, это молекулка. Молекула, в которой существует так называемый молекулярный ток. Это такая вот гипотеза молекулярных токов. Что у нас тут получается? То есть, вот два соседних тока, они в этом месте друг друга уравновешивают. Два соседних тока, они друг друга уравновешивают, боже мой. И тут тоже уравновешивают. А вот тут не уравновешивают. Как только выходим на какую-то грань, на какую-то поверхность, получается, что некого уравновесить молекулярному току. И получается, что вот так вот, когда мы обходим по кругу, по правилу Киргофа, что называется, по этому внешнему контуру, вот от этого контура к этому контуру, к этому контуру, к этому контуру и так далее, Получается, что по наружной поверхности вот эта вот бруска магнита или кого-то такого цилиндра магнитного течет кольцевой ток, который может нам создавать якобы магнитное поле. Вот еще один приятный фокус. Течет ток вдоль вот такого вот магнита. Под углом он наклонен. Вот они токи перпендикулярно текут сечению вот этому. То есть они как бы под наклоном текут к куску металла. То есть мы из куска металла так вот хитро вырезали магнит. И вот они все равно вот в этой плоскости вот так вот. Если вот этой плоскостью разрезать, вот этой плоскостью, то там как раз получится аналогичная картина. Токи будут вдоль всего у него одинаковые. То есть они вот так вот сориентированы, эти поверхности, простите, поперечные сечения вот этих контуров молекулярных токов. Но молекулярные токи, вы понимаете, что это движение кого-то там по орбите, на самом деле их никого нет. Есть магнитные моменты отдельно взятых атомов. Вот лишняя картинка про эту тему, про разрезанный кусок. Вот эти атомы. У каждого атома свой магнитный момент и момент механический. Они складываются по объему. Их можно сориентировать внешним магнитным полем. У феромагнитиков это сделать очень легко. Они друг с другом загадочным образом объединились. Кстати, эти магнитные моменты объединяются очень удивительно, не обращая внимания на границы поликристаллических зерен. Дело в том, что, скажем, стали и всякие другие магнитные материалы, это поликристаллические металлы. И в них эти домены объединяют, бывает, несколько поликристалликов, бывает, разрезают поликристаллики на две части. Вот одна половинка кристаллика, одного и другого половины кристаллика входит в один магнитный домен. Я привык произносить слово домен на французский манер, а отнюдь не на английский домен. Вообще домен, слово-то вроде как французское. У французского короля был когда-то домен, а не у английского. Вот такие вот дела. Кстати, намагничивание тел, намагничивание экранов, оно играет определенную, похожую картину имеет. На поляризацию диэлектриков. Не отгадаешь, к чему эта картинка относится. К поляризации диэлектрика или к намагничиванию какого-то кусочка, так сказать, магнетика. Видите, вот тут магнитные линии не попадают внутрь. То ли это не магнитные линии, а линии электрического поля. И вот это вот намагнитился. То есть наэлектрализовался диэлектрик. Поляризовался, простите. То ли это вот, значит, магнетизм. Кстати, обратите внимание, насколько просто поляризовать диэлектрик. Практически любой диэлектрик у нас хорошо поляризуется. Но насколько сложно что-либо намагнитить. Кроме ферромагнетиков, обладающих этим вот уникальным свойством. Ферра это вот связано с железом, поэтому называется ферромагнетики. Все остальное намагничивается очень плохо. Дело в том, что, скажем так, магнитное взаимодействие раз этак в 137 слабее, чем взаимодействие электрическое. Вот поэтому-то магнитное поле намагничивания спровоцировать гораздо труднее, чем электролизацию. Вот, электролизацию полярных молекул, чем ориентацию намагничивания всех вместе магнитных диполей, так говорят обычно еще. Ну, давайте поговорим о вот этой вот науке, которая называется намагничивание тел. И как их можно намагничивать? Оказывается, не обязательно помещать их в магнитное поле. Можно их просто раскрутить, например, и появляется магнитный момент. Дело в том, что при раскручивании какого-нибудь тела, что у нас там происходит? Вот каждый атом, он имеет свой механический момент. При раскручивании тела эти механические моменты начинают, что делать? Прецессировать вокруг вот этого направления вращения. Появляется магнитный момент. Вот как хитро они поступают в этих случаях. Ну, самое простейшее, это просто-напросто ориентация. Опыт Эйнштейна и Дехааса, вот так называется, Дегааза. Я так и не знаю, как правильно произносить. В разных учебниках по-разному писали. А лично я не был знаком ни с Эйнштейном, ни с этим вот загадочным Дехаасом или Дегаазом. Опыт заключался в следующем. Вот представьте себе, висит у нас кусочек ферромагнетика. Вот он висит себе и висит. Висит себе и висит. Висит он на кварцевой нити, как водится. Вот на кварцевой нити зеркальце установлено. Лучик света нам любое его отклонение очень резко обнаружит. Попускаем ток по вот этому вот соленоиду. В соленоиде возникает магнитное поле. И магнитные моменты в этом вот магнетике начинают ориентироваться по полю. Что при этом возникнет? Раньше они были как попалось ориентированы. Сейчас они все ориентированы по полю. Должен появиться суммарный механический момент. Должен немножко раскрутиться вдоль своей оси вертикальной. Вот этот вот стерженечек. И таки да, он раскручивается. Слабо раскручивается. Чтобы этого раскручивания добиться, приходится обнаружить это раскручивание. Колебание. Приходится приводить его в колебательное движение. То в одну сторону намагничивать, то в другую. То в одну, то в другую. То есть подавать на обмотку переменный ток. Вот так это выглядит. Ну, есть вот другая картинка у меня. Там зеркальце на самом вот этом вот цилиндрике намагничивающем установлено. Выяснилось, что действительно происходит это явление. Отсюда было определено гиромагнитное соотношение. То есть магнитный моментик элементарный. Вот этот вот. И масса момент инерции этих вот намагничивающихся, ориентирующихся диполей. Когда каждый магнитный моментик, каждый молекул, каждый атом, он несет свой магнитный момент. Ну, не обязательно каждый молекул, не обязательно каждый атом. Но каждый электрон это точно. Есть атомы, лишенные, в общем-то, заметного магнитного момента. У них, говорится, компенсированный магнитный момент. А если попадаются нелишенные, вот тут вот изображен опыт. Называется так. Он Штерна и Герлаха. Вот. Два полюса магнитов. Это магниты разноименные. Магниты имеют очень странную форму. Правда, у этого вот такой вот треугольникная призма, а у этого вот такой вот какой-то как домик, такой как буква П. Вот такая вот конструкция полей, полюсов, их надо еще поближе сдвинуть, конечно, чем здесь нарисовано, создает очень сильно неоднородные магнитные поля. В не сильно неоднородном магнитном поле происходит не только ориентация магнитных моментов, но и помните, мы с вами говорили про неоднородное электростатическое поле. А диэлектрики туда, говорит, засасывает, втягивает в неоднородное электрическое поле. Туда затягивает электрические диполи, затягивает туда. То есть объекты, обладающие электрическим моментом, электрическим вододипольным моментом. А если тело обладает магнитным моментом, то есть объектик какой-нибудь молекулка, атом, электрон, его будет тоже туда затягивать с разной степенью. И в зависимости от того, в какую степень он оказался ориентирован, значит, по-разному он будет отклоняться от прямой линии. Таким образом было выяснено, что действительно молекулы, бывает даже молекулы одного и того же вещества, имеют разные дипольные моменты. То есть удалось разделить по величине дипольных моментов. Это, кстати, опыт очень важен для подтверждения всяких квантомеханических выводов. Вот, например, что получается. У разных атомов разное количество есть, скажем так, значений. Проекции на направление магнитного поля может принимать магнитный момент. Вот, например, магнитный момент ртути и магния равны нулю. У них только вот они летят однородно себе, спокойненько. Аргентум, натрий, калий. Серебро, натрий и калий. У них есть магнитный момент, и он может проецироваться двумя способами. Плюс, минус. Видите, вот так вот. Два возможных значения может принимать магнитный момент. Четыре возможных значения принимает уже у ванадия. А как это делается? Дело в том, что есть такое понятие спин. Полуцелый магнитный момент. Вот если магнитный момент, ну, называть его L, например, серебра, будет 1,2, то количество проекций возможных 2s плюс 1. 2 на 1,2 плюс 1,2. А вот у этих нулевые моменты. 2s плюс 1, 2 нуля плюс 1, одна проекция. Вот у этих вот четыре проекции. Что же за штука такая? 2s плюс 1. Это если s равен 3, простите, да, 3 вторых. Получится 4 проекции. А сколько же у Марганца, интересно, магнитный момент? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, это 2s плюс 1. Шесть минус 1 делить на два. Пять вторых, да? А здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять, да? Значит, тут будет 4, восемь вторых у Феррума. Вот он какой, могучий, разные проекции. Это свойство сугубо квантово-механическое. Как хочет, так он и спроецируется. Вот он хочет, он даст проекцию одну. Да, вот, например, здесь 3 вторых, да? У нас, по-моему, да? 3 вторых, да, плюс 1. Он может дать плюс 1 вторую и плюс 3 вторых. Может дать минус 1 вторую и минус 3 вторых. А это плюс 1 вторая, минус 1 вторая. Как захочет, так он по полю и встанет. Туда его поле и поволочет. То в одну сторону, то в другую. Вот такие они, как вот такие, вот есть такие упорные, некие домашние животные, вот, вот, ослы, козы такие. Вот он как хочет, так он и будет делать. Да вот им ничего не объяснишь. Своевольные такие, свободолюбивые существа домашние. Так и вот эти вот квантово-механические объекты. Я на эту тему вам в прошлый раз уже толковал с вами. Объяснял, что умом нашим классическим этого понять невозможно. Это сугубо квантово-механические явления, к которым можно привыкнуть. Вот просто это существует. Вообще основа, как говорится, современной физики, модерн физикс, это вера, вот такие чудеса. Ну вот так вот просто и все. Так, теперь поговорим, знаете, о чем? О диамагнетизме. Диамагнетизм совсем слабое явление. Еще раз, наверное, 100 слабее, чем парамагнетизм. Но удивительно следующее, что намагничность получается отрицательной. Да, то есть тут дело идет не в установлении по полю как-то вот какому-то, вот сориентировались там на магни... А тепло мешает им намагничиваться, да? А просто намагничиваются против поля. Как это? Почему это? У этого процесса есть объяснение. Очень простое. Если вспомнить о свойстве гироскопа. Вспомните, мы как-то с вами с гироскопами мысленный опыт ставили, да? Мы говорили так, вот если взять, вот так вот раскрутить велосипедное колесо вот в этой плоскости и пытаться его повернуть вот сюда. Что будет с ним при попытке повернуть сюда? Мы сообщаем ему некий момент, который поворачивает его вот в эту сторону. Раз, вот в эту сторону повернется он, да? Так вот тут то же самое происходит. Начинается прецессия. Прецессия вокруг направления действия вот этой вот самой силы. Вот картинка замечательная. Вот сейчас на нее посмотрите. Это вот такая сложная путанная картинка. Сейчас все буду объяснять. Это вот вектор B. Направление магнитной индукции. Вот оно. Направление магнитной индукции. Вот это вот собственный момент магнитный. Собственный магнитный момент атома. Он, кстати говоря, направление его движения, этого магнитного момента совпадает с неким... Значит, как там тело того, что электроны бегают у нас, да? Ток-то электронный вот в эту сторону направлен будет, да? Ток электронный. Ток. А вот механическая энергия вот в эту сторону, кручение его реально, он крутится сюда. Оказывается, что ток бежит сюда, да? Вот не в ту сторону. Короче говоря, магнитный момент вот этих электрических... Отрицательно заряженных движущихся частиц, которыми, каковыми являются электроны, направлен в сторону, противоположную той, в которую направлен их механический момент. И вот, значит, магнитное поле заставляет его процесировать, начинает. Он поворачивает его вот сюда, пытается повернуть, а поворот происходит в прямо противоположном направлении. Получается, прицессия он начинает вращаться в лишнюю сторону. Что же получается? Вот она, проекция. Это мы спроецировали верхнюю картинку. Получается, что за счет этого электрон начинает в прямо противоположную сторону еще бегать, и возникает магнитное поле, магнитный момент направленный в сторону противоположную действующему магнитному полю. То есть как бы магнитное поле слегка ослабевает. Вот за счет такого вот, ну, достаточно небыстро объясняемого, хотя кто с гироскопами привык сталкиваться, он это должен почувствовать. Это такая классическая модель диамагнетизма. Я думаю, что наряду с такой классикой есть и квантово-механическая, которая мало что имеет общего. Это такой вот дуализм, скажем так, множественность, плюрализм, лучше сказать, множественность описания похожих явлений. Так, ну что, самые технически важные магнетики, это феромагнетики. Они намагничиваются хорошо. Хорошо намагничиваются. Есть такое понятие, значит, там всякие у них максимальный уровень магнитного момента, насыщение, сколько ни прибавляя магнитное поле, вот напряженность магнитного поля в амперах на метр, меряется, да? Вот они, амперы на метр. Если по кругу обойти, значит, вот это вот амперы на метр, так получится вот ампер, да? Вот контур длиной 1 метр, что это значит? Аж амперы на метр, да? Контур длиной 1 метр, обошли его, значит, вот при поле 200 ампер на метр, значит, в серединке проводник с током 200 ампер. Вот это значит, да. Вот это оно и значит. Да, вот так вот. Ну, ладно. Если, конечно, контур покороче, то и поле, и ток поменьше. Вот. До некоторого поля насыщение, вот эта вот намагниченность, значит, достигается при некотором увеличении поля и больше уже не увеличивается. Всё, что можно, уже сориентировалось. Больше сориентировать нельзя. Ну, вернее, сориентировать больше можно, если, скажем, изменить температуру, убрать влияние температуры, которая постоянно, значит, чуть-чуть размагничивает, чуть-чуть выбрасывает не в ту сторону, ну, дезориентирует эти магнитные моменты, да? Тут, естественно, и речь идёт о намагничивании таких замечательных вещей, которыми являются ферромагнетики. Вот они вот их сориентировали очень хорошо. И намагниченный стал какой-то очень большой. Видите, гораздо больше, чем намагничивающее поле. Заметили, да? Такая вот замечательная вещь. Вот тут петля гистерезиса. Тоже мы с ней вспоминали. Взяли железку, начинаем намагничивать, потом размагничивать. Поле убрали, а она намагничилась. Вот она, остаточная намагниченность. Применили вот размагничивающее поле. Вот увеличена, чтобы размагнить. Коэрцитивная сила. Да, вот тут только он размагнитился. Ещё намагнитился. Вот это вот называется петля гистерезиса. Очень важная вещь. Есть петли гистерезиса очень узенькие. Тоненькие петли гистерезиса. Тоненькая петля гистерезиса, в ней потери энергии меньше. Вот на это намагничивание, вот площадь этой петли, она соответствует потерям энергии на вот этот один цикл намагничивания-размагничивания. Такие тоненькие, с маленькой потерей энергии, соответственно, петли гистерезиса, должны иметь, например, материалы, используемые в качестве сердечников электромагнитов, чтобы не терять лишнюю энергию на перемагничивание, особенно магнитов переменного тока. Собственно говоря, магнит переменного тока, это вовсе не магнит, а трансформатор электрический. Про трансформатор это знаете. Он все время перемагничивается. 50 раз в секунду он намагничен в одну сторону, 50 раз в другую. То есть он 100 раз успевает... Нет, сколько уж он раз успевает. Ну, намагнитится в разные стороны, он успевает по 50 раз в каждую сторону. Итого 100 раз в секунду. Очень много. А в Америке еще больше. У них там 60 Гц электрическое поле. В Америке, на Кубе, в Республике Куба. А вот у нас 50 Гц, кстати, как и во всей Европе. Вот. А если вы хотите, чтобы это намагничивание запомнилось, должна петля гистерезиса вообще приближаться к некому такому квадратику. Подали магнитное поле, то есть намагничивающий ток, он, значит, намагнитился в одну сторону. Подали в другую сторону, он изменил намагниченность скачком же, да. Это очень важно для всяких магнитно-запоминающих устройств. Магнитные диски, магнитные ленты. Вот как раз вот должны использовать магнетики, феромагнетики с петлей гистерезиса. Вот очень такой большой, похожий на прямоугольник. Это почти прямоугольник рисуется он так обычно. Ну, понимаете, прямоугольник только вот с хвостик, вот эти вот два противоположных угла, так чуть-чуть, как будто пекарь так взялся вот за тесто и придал им такую немножко форму. Так, веселые клювики такие. Клювик-хвостик, да. Толстый развеевшийся пингвин. Ну, у меня такого тут нет картинки, но вот вы уж поверьте мне. Да. Про феромагнетики мы с вами говорили. Благодаря им еще и называют фероэлектрики, да. Вот те, значит, хорошо электролизующиеся тела, в которых домены возникают, в пределах доменов, в одну сторону направлены все у нас магнитные моменты, у фероэлектриков электрические моменты молекул, да. Электрические дипольные моменты. У нас, значит, магнитные, магнитные дипольные моменты молекул. Вот, и вот так вот они все стоят себе в одну сторону, приложили внешнее поле, они стараются к нему выровняться максимально. Вот сейчас вот эти вот в нужную сторону направлены, этому хорошо перевернуться, этому тоже перевернуться хорошо, то есть в сторону поля действия. А вот этому, этому поворачиваться некуда, вот почему-то только либо вправо, либо влево может быть направлен, да, вот эти вот домены, кусочки, да. Вот они почти, где там поменьше будет, значит, угол, в тот угол они примут, да, вот в ту сторону повернуться, так, чтобы лучше намагничиваться. Вот отсутствие возможности сразу намагничиваться всем в нужном направлении, ну и создает предел для намагничивания всех этих замечательных вещей. Вот он, закон Кюри, закон Кюри, при температуре, стремящихся к температуре Кюри, вот эта вот величина намагниченности будет стремиться, значит, к бесконечности. Т минус ТС, когда Т равно ТС, будет стремиться к бесконечности. Ну, мы с вами это все разбирали на другом совершенно примере, связанном с электрическими явлениями. А вот теперь разговор вот о чем. Представьте себе проводник с током, движущийся в магнитном поле. Что с ним будет происходить? С ним будут происходить занятные вещи. На проводник с током будет действовать сила. Ну, давайте картинку так покрупнее посмотрим. Сейчас увидим мы эту силу. Вот проводник с током. Вот он сюда движется. Мы сейчас будем двигать вот этот проводник с током вправо. То есть рамочка токовая будет расширяться. Что тут будет происходить? Рамка расширяется. Рамка расширяется. Электрончик движется вправо вместе с рамкой. Ну, с той скоростью, которая равна скорости вот этого перемычки проводника перпендикулярно. Что же будет тут возникать? Возникает очень любопытная вещь. Сила возникает. Сила, которая параллельна проводнику с током. Вот это вот крестики. Это знаете, что такое? Это вектор Б, направленный перпендикулярно к поверхности чертежа. И улетающий туда от нас. Он втыкается в нее. Как будто мы видим хвостовое оперение стрелы. Вот она от нас улетает. Крестик такой. Значит, крестик такой туда направлен. Сюда движется заряд отрицательный. Значит, если он был положительным, он двигался как будто бы сюда. От заряда к нему. И вот сила направлена вниз, получается. Сила направлена вниз. Значит, как будто возникло электрическое поле. Здесь проводники направленные вот сюда вверх. Было бы он положительным, он вверх бы полетел. А так он полетит вниз. Что же получается? Получается какая-то такая вот занятная вещь. Движущийся проводник с током. Движущийся проводник даже и без тока. В нем возникнет ток. Проводник движется, и в нем нет тока. Но он пересекает магнитные силовые линии постоянно. Очень интересно, как это можно понять. Вот мы сейчас подошли к разговору с вами об электромагнитной индукции. Это вопрос, один из самых загадочных вопросов. Один из самых загадочных открытий электромагнитной индукции. Одно из самых загадочных открытий в истории физики. Дело в том, что с целью проведения очень тонких, точных экспериментов старались отнести как можно дальше измерительный прибор от объекта, на котором производились измерения. Значит, опыт делался так. Будет ли, произойдет ли что-нибудь. Произойдет ли что-нибудь. Скажем, в одном контуре электрическом. Если изменить, значит, магнитное поле другого электрического контура. То есть, грубо говоря, две катушки, как у трансформатора. В одну катушку включаем ток. В другой катушке ток появится или нет? Вот так встал вопрос. Включают ток и идут к приборам. Приборы показывают полная тишина. В другой катушке никакой ток не появился. Идут обратно, выключают ток. Приходят, ток как не было, так и нет. Вот в чем дело. Хотя в то же время были такие вот опыты проводились, когда вы подносите их к катушке, к катушке, да, с проводами. Подносите магнит. То есть, попадает эта катушка в магнитное поле. В катушке как будто бы появляется какой-то ток. Если вы вдвигаете в катушку полосовой магнит, в катушку, вот, внутрец у соленоида, то протекает некий заряд. Понимаете, это вот я сейчас вам такую простую картинку нарисовал. Движущаяся проволочка пересекает линии магнитного поля. Да? Пересекает линии магнитного поля. При этом что-то меняется. А что меняется? Ну, вот придумали такую величину. Ну, поток магнитного поля через контур, через вот этот вот электрический контур. Еще там есть два термина. Поток и сцепление. Вот если у вас этот контур много раз сам себе параллелен, как вот катушка спираль, да, навитая. Вот у меня тут просто контур сам по себе. Вот здесь вот этот вот расширяющийся, такой простой вот он контур. У него площадь есть у этого контура. И вот площадь, умноженная на индукцию, что его, значит, индукцию поля, которая вот его пронизывает, да, пусть она везде одинаковая индукция. Вот это называется F. F, FI такая, большая буква FI, как русская F, FERT. Это называется поток вектора индукции через площадь контура. Если контур увеличивается, то увеличивается и поток индукции через него проходящий. А можно просто B увеличивать, например, приближая источник этой магнитной индукции. Вот он. Приближаем, а вектор B его увеличивается. Или просто разводим вот сюда, тянем вправо. Вот когда мы тянем вправо, возникновение этого электродвиживающей силы нам понятно. Кстати, чему будет равняться электродвиживающая сила? Вот смотрите-ка, скорость движения, да, умножить на заряд, на количество заряженных тел здесь, которые находятся, количество электрончиков. Ну и таким образом мы получим, значит, ток, который здесь идет. С этими вычислениями надо, конечно, разбираться. Тут всякие формулы красивые есть. Вот. О них разговор может пойти в другой раз. А пока давайте я вам так скажу. Что, несмотря на то, что удавалось наблюдать влияние магнитного поля на появление электродвиживающей силы, то есть появление тока в электрическом контуре замкнутом, который попадал в это поле, то когда мы создавали это магнитное поле, не мы, а, конечно, ученые, 18-19 века, создавали другой катушкою магнитной, это ни к чему не приводило, как казалось. А оказывается, дело было вот в чем. Когда включалось магнитное поле, только в первый момент скачка, в момент изменения, вот это тот момент, когда менялось именно магнитное поле, только в этот момент и возникала электродвиживающая сила. А пока это она возникала, пока ток тек очень быстро, он, конечно, протек и закончился, измерительный прибор был в другой комнате, где не было экспериментатора, это просто не наблюдали. Вот такая вот удивительная была ситуация, когда в угоду точности эксперимента лишили себя экспериментаторы возможности все это регистрировать. Нет, посадить туда специального мальчика, который бы регистрировал на приборах. Ну вот, не догадались. Спасибо вам за внимание. Всего доброго вам, до свидания.